Если я правильно читала то, что написал корреспондент Радио Свобода, то там было сказано про фактическое введение в действие безвизового режима. Мы все с вами, по-моему, все уже хорошо слышали, что есть... То есть это тот, грубо говоря, тот момент, когда начнут впускать? Ну, я так прочитала эту новину, которую выцепили. Хорошо, тогда ваш прогноз, когда все-таки нам ждать решение от Европы о безвизе? Значит, я наголошу и, снова же таки, вважаю, что тут абсолютно все бы, з объективных причин, мали бы с этим погодиться. Украина выполнила абсолютно все свои обязанности. Это подтверждается нашими партнерами, как на уровне керевников государств-членов, так и на уровне европейских парламентарей, представителей абсолютно всех политических фракций и сил в Европейском парламенте и представителей Европейской комиссии. То есть всеми трех институциями, которые залучены в принятие решения относительно надания безвизового режима в Украине. Хорошо. И поэтому я вважаю, что абсолютно все основные основы для того, чтобы объективные основы и объективные причины для того, чтобы Европейский Союз принял, что этого года принял решение относительно того, чтобы Украине надать безвизовое режим. Более важный вопрос. Асоциация Украины и ЕС. Насколько зависит этот процесс? Не будем ли мы ждать сейчас выборов в Нидерландах? Дозвольте секундочку, но есть еще один процесс, который не относится Украины, я наголошу, не относится Украины, но относится всех стран, третьих стран, которым Европейский Союз надает безвизовый режим, або уже имеет безвизовый режим, это вопрос возможного использования механизма прекращения безвизового режима до третьих стран. Сейчас идет активная дискуссия в этом треологии, в этом трикутнике между европейскими институциями относительно юридических деталей, относительно того, как будет запускаться этот механизм. Как только его погодят, я уверена, что это станет остаточным тригером. Мы видели, что в решении по Грузии тогда работает безвизовый режим для Грузии. И, соответственно, я уверена, что решение, которое будет приниматься относительно Украины, оно, наверное, тоже будет привязано до вступа в действие этого механизма, и тогда же работает безвизовый механизм для Украины. Другой угод про асоциацию. Мы сейчас работаем, нам удалось, снова таки, с усилями как украинской дипломатии, кто бы как не хотел ее очорнити, украинских парламентарей, украинских представителей громадянского суспільства в комплексе, всех разом, нам удалось и наших партнеров, наголошу, наших партнеров в Европейском Союзе, и в США, и в Канаде, и в других странах, нам удалось добиться того, понимая урядом Нидерландов, что невозможно просто взять и не подать на ратификацию угоду про асоциацию. Поэтому премьер-министр Люди Нидерландов вернулся до парламенту Нидерландов с листом, в котором чётко вказал, насколько могут быть непредвиденными и неприемными последствия нератификации не только для Украины, и не только для отдельных стран Европейского Союза, или для отдельного пояса, скажем, Схидного соседства, а и для самих Нидерландов. Поэтому у нас сейчас есть возможность, и мы нею абсолютно активно используемся, работать и с Нидерландами, и с Радой Европейской, относительно того, чтобы найти то формулирование, с которым угода про асоциацию будет. Будем надеяться и ждать.